Разыграть кого-то дело интересное, особенно если ты знаешь слабые стороны жертвы. Например, невнимательность, наивность или доверчивость. И тогда можно подгадать нужный момент, чтобы застать свою жертву врасплох. Готаж давно не играл, еще лет готаж не играл. А ну двигайся, за рулем я теперь, двигайся. Сегодня мы будем устраивать телефонные розыгрыши над людьми, которые ничего не подозревают. И мы будем это делать с помощью вот этого вот телеграм-бота. Он кол-прикол называется. Это бот, который просто звонит жертве розыгрыша по заранее выбранному мной сценарию. О, красотка, красотка. Сейчас я заказываю у бота звонок с розыгрышем на телефонный номер еврея. И как видите, звонок поступает практически сразу. Жизнь, я не счет. Надо приезжать. Алло, алло. Это доставка. Ну вот у двери вашей стою. Открывайте. Какая доставка? Еще раз повторяю, я привез ваш заказ. Через весь город ехал. Какой заказ-то? О чем говорите? 10 50 сантиметровых пицц. Как вы их заказывали? Я еще не заказывал. Я вам еще раз говорю. Я по дверью стою. Вы что, издеваетесь что ли? Хорошо, сейчас я вам открою. Мы ничего не заказывали вроде. У меня уже руки отваливаются, эти коробки таскать. Я это заказывал. Я сейчас весь город к вам тащился. Открывайте. Сейчас, 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 мужчина. Минутку. Какая доставка говорит. Я заказал. Куда ты сейчас? Придем. Ты поверил? Потому что Паша ушел, я думал, реально, может, пиццу, он заказал и ушел. Он встречает на улицу, потом мне позвонили. Телефон, может, мой указал. Пицца вкусная была. Ребята, это Паша, вы его видали еще в наших роликах. У тебя есть свой канал, как называется? Паблос Паблос. Паблос Паблос. Так что ссылочка на Пашу будет в описании. И вот этот вот розыгрыш, вот такой вот, ну, лайтовый. Опять евреи разыграли. Как всегда, все как обычно. На этот раз, сегодня, мы сейчас пойдем разыгрывать вообще абсолютно случайных левых людей в торговый центр. Вместе с Паблосом. Да? Да. Да. Разыгрывать народ мы отправились в торговый центр в Екатеринбурге. Не желаете пройти наш вопрос по поводу здорового питания? Будьте здоровыми. Здрасте. Паблос будет промоутером, который под видом социального опроса будет подходить к людям и задавать всячески там отвлекающие вопросы. Что для вас еще такое здоровое питание? Как вы относитесь там, не знаю, что считаете здоровым питанием, что считаете нездоровым питанием? Ксиоми-то за свои деньги? Вот если посмотреть на меня, третий вопрос, видно по мне, что я нормально питаюсь, здоровая. То есть фастфуд не кушаю, разовое питание. То есть то, что хорошо прям питается? Это видно, да. Далее он втирается в доверие и спрашивает у человека номер телефона. Наша компания проводит, если что, розыгрыш, то есть если хотите принять участие, давайте ваше имя и номер телефона. 8-912. 8-912. Я снимаю сверху и отправляю бота на полученные номера, а еврей снимает жертву уже из-за спины. Звонок поступает сразу же, так что никто далеко уйти не успеет. Не хотите пройти вопрос насчет здорового питания? Второе питание, здоровый образ жизни? Понятно. Здравствуйте, не хотите пройти вопрос насчет здорового питания? Что говоришь? Они говорю, оказались, потому что они нихуя не понимают, они не русские. Давай еще кого-нибудь, да, посмотрим. Видишь, Starbucks в красном сидит, чел. Давай к нему. Далеко не все соглашались говорить с назойливым промоутером, а тем более не давали номера своих телефонов. И правильно делали, оставил номер, попался на развод. Кто откурит стоит? Ты что, больной? Девочки, можете мне помочь? Учитесь, работаете? Учитесь. На кого? На тренера, единоборщик. Ксиоми, топ за свои деньги? Я не могу ответить. А где такого варианта, я не знаю. Так, давайте первое, сколько вам лет? Нас, четыре. Всего большое, до свидания. До свидания. Так, давайте сначала, ваш возраст? Двадцать пять лет. Вы учитесь, работаете? Учитесь. Поблос еще собирал общую информацию о человеке. Учится он или работает, какой возраст и все в этом духе, чтобы я мог подобрать подходящий для каждого розыгрыш. Благо у бота более сотни разных вариантов. От серьезных звонков из полиции до просто смешных и трэшовых розыгрышей. Но сегодня мы будем жестить. Я писал компания Здоровье Плюс, Здоровье Питание, Здоровье Дух. У вас будет пару минут уделить нашему соцопросу? Да, конечно. Учитесь, работаете. Ксиоми топ за свои деньги? Конечно топ. Конечно топ. Слышали, да? Слышали, а? Ксиоми это действительно народный телефон. Поэтому мы и будем вскоре разыгрывать этих красавчиков среди спонсоров канала. А как стать спонсором? Есть кнопочка и ссылка внизу под роликом. Вот если посмотреть на меня третий вопрос, видно по мне, что я нормально питаюсь, здоровая. То есть фастфуд не кушаю. То, что хорошо прям питаетесь. То, что хорошо питаетесь, здоровые порции. Да, прям. Это видно, да. Большие три раза в день. Спасибо тогда за ответы. Наша компания проводит, если что, розыгрыш, то есть если хотите принять участие, давайте ваше имя и номер телефона. 8 912. 8 912. Более подробно вам скажешь менеджер. Ага, ну все, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну вот напрашивается вопрос, а поведутся ли люди? Насколько реалистичен голос, который им будет звонить? Голос обычного мужика лет 35. Обычно в окон, знаешь, такого доставщика, яндекс, еда, курьера. Такого злого мужика, типа, о, я же вам яндекс. Так, смотри, они еще запись присылают. Алло, алло, это доставка. Ну вот у двери ваших стою, открывайте. Показывай, что пока. На самом деле нет такого, что я думаю, это будет. Это реально, это еще голос такой, злой, вот он ехал, запыхался, устал. Где вы, я уже вас там жду, а я думаю, ты ушел. Птица-то будет в итоге? Нет, конечно. Все нормально, это все прошло. Алло, алло, добрый день, из полиции беспокоят, 9-й отдел. Полиция? Вы пользовались социальной сетью ВКонтакте в последний месяц? Ну да, да. Ну значит, все правильно, ошибки никакой нет. Значит, на вашей странице были обнаружены экстремистские материалы. Мы уже возбудили на вас уголовное дело, по статье 282. На этой неделе вам необходимо будет явиться к нам в отдел для дачи показаний. Повестка вам уже выслана. Значит, обращаю внимание, что в ваших же интересах с нами сотрудничать. Тут порядок простой. Если обвиняемый не является добровольно, закрываем СИЗО до самого суда. Надеюсь, мы вдруг друга поняли. Всего доброго. Как видите, парень замешкался и засуетился, а потом еще и начал кому-то звонить. У нас была задумка, что еврей будет находиться максимально близко. И если человек кому-то будет звонить и с кем-то разговаривать, то еврей это все заснимет. Но оказалось, просто ничего не было слышно. Все хорошо. Извините, тебя разыграли. Все хорошо. Ты не испугался? Нормально все? Ну как сказать. Какое здоровое питание? Как себя чувствуешь? Посмотри на меня, какое здоровое питание. Здоровое питание? Не здоровое питание. Посмотреть, что-то. Это был розыгрыш. Мы тебя разыграли, чувак. Розыгрыш. Мы уже на панике. У меня все трясется. Весь потный. Стою. Вот. Вот он, тот вопрос, какой бывает у нас. Нет. Я больше никогда не буду давать, тот вопрос. Идите. Урок, урок был жизненный. Что говорили? Полиция, экстремистский. Короче, я недавно сидел в ютубе и типа тоже слышал про это все экстремистское, типа закрывают. Ты за репостом ВКонтакте. Конечно испугался. А ты сейчас кому? Твоей маме, папе, другу? Нет, я другу сразу позвоню, сказали, прислали уже повестку туда домой. Я сразу звоню, иди, и узнавай, что есть повестка, нет повестки. С одной стороны, спасибо, а с другой стороны. На уловки. Идите. И розыгрыши всякие. От пранкеров. Он еще такой уверенный, так спокойно говорит. Еще вот прям полное ощущение, что как будто он прям требовал от меня чего-то. И я такой, да, здравствуйте, птица, ну ладно, думаю, мало ничего не бывает. Он меня прям прессовать начал, и я такой, что происходит. Ну если будешь, значит есть за что бояться. Что есть, что бояться, да? Видимо, есть за что бояться. Это крышки, да, у тебя есть? В любом писал где-нибудь Путин лох в комментариях, да? Ну, где-то я про косячил. Пойду я на улицу, выйду. Все, давай, подыши, чувак. Все, ладно, подыши, парни. Счастливо. Не вжать здесь, если че. Да нет, нормально. Что это такое? Что за бот? Это сервис телефонных розыгрышей. Call Прикол называется. У них есть группа ВКонтакте, Telegram Бот. В ВКонтакте Бот, там я и заказываю розыгрыши. Можно заказать просто поздравления, приколы всякие. Даже интервальные звонки на любой номер. Первый заказ у бота ВКонтакте бесплатный. Также и у бота в Телеграме тоже. Первый заказ будет бесплатный. Так что, ребята, сами попробуйте. Все ссылочки будут в описании. Также в описании ты найдешь промокод, который даст тебе возможность в течение двух суток после выхода вот этого вот ролика получить еще один бесплатный звонок. Так что чекай там вообще все, все там есть. По мне то есть видно, да, что я нездоровый как-то питаюсь. Мне кажется, вас испытают. Можно еще ваш номер телефона? Конечно, 8-9 писать. Записываешь? Сейчас погоди. Блин, он ходит. Блин, ну пускай и врезы не бегают, я не знаю. Ну, вообще сейчас войдет. Алло, ассалам алейкум, братан. Ты скажи, ты вот зачем такие вещи в интернете написал? Блин, туда попали. Это Мика, да? Ты зачем что-то про маму написал в интернете? Блин, туда попали. Я тебя в инстаграме нашел, родной. Давай, спускайся. Куда? Да я твой дом нашел, есть же, да. Ты, если ты такой смелый, да, то давай, да, спускайся, мы с тобой пообщаемся. Так давай. Мы тебя ждать будем, понял, да? Все, давай. Давай. Адрес какой? Ксиоми топ за свои деньги. Ну, вообще, да. Да? Все. Нормально, все, прошло. Так, Жека, номера у меня. Записываешь? Говори. 8-9 Алло, ассалам алейкум, братан. Ассалам алейкум, братан. Ты скажи, ты вот зачем такие вещи в интернете написал? Да. О. Это Мика, да? Ты зачем что-то про маму написал в интернете? О чем вообще? Не надо вот это вот, это не я мне говорить. Ага. Да, я твой дом нашел, есть же, да? Ты, если ты такой смелый, да? То давай, да, спускайся, мы с тобой пообщаемся. Слушай, слушай, родной. Мы тут тебя ждем с усышками. Давай минут через 10, да, спускайся. Вячеслав, это был от меня, я тебе сейчас звонил, я тебя разыграл. Я понял. Да? Ну ты понял. Слушай, какая у тебя была реакция? Ты появился, ты испугался, либо ты как-то, не знаю, а? Хотя честно, значит, можно будет использовать как бы в плане этого примера для нашего ролика. Вот идет наш герой. Я сразу понял. То, что это был розыгрыш. То, что это был розыгрыш, если ничего такого нет. У него YouTube, я сразу понял. Да? Что-то розыгрыш. Давай пятюню. Во. Это же Боб. Боб это был. А ты что, реально кто-то звонил, да? Да. Да, реально кто-то звонил. Нет, там, 495, я так и думал, что это отлично. Я удивился, думал, что за... А просто вот такой вот год, телефон вы дали этому. Я в курсе. Вот. Потом бывает из милиции, бывает из банков звонят. Ну, понятно. Я вижу по вашей реакции, вы просто посмеялись, как-то слышно. Да. А где посмотреть? На YouTube? На какой канал? ИВГ. А, все, понял. Знаете? Да, да, да. Ну вот, вы же наши еще подписчики, давайте. Зрители еще оказались. Наши помаши, типа. СИОМИ, ТОБЫ ЗА СВОЕ ДЕНЬГИ? Нет? А почему? Да, номер телефона, да. 8-913. Все, жите, розыгрыш будет через несколько дней. Вам бы занят, если что, проинфимирует. Все, до свидания. Спасибо. А что на счетом получилось? Газаи номер. Алло, добрый день. Это Светлана Викторовна из деканата. Здравствуйте. Звоню тебе по поводу твоих прогулов. Ты в курсе, что у тебя больше 50 часов занятий пропущено без уважительной причины? И я даже не хочу слышать никаких оправданий. Можешь не отговариваться. Так, в общем, сегодня зайди в деканат срочно. Мы поднимаем вопрос о твоем отчислении. Все, ждем. Нет, я сегодня даже не могу. Все, ждем. А, девушка, мы вас разыграли. Испугалась? Испугалась? Красотка, а? Что это? Кому сейчас звонишь? Кому звонишь? Другу. Зачем? Зачем? Что такое? Не знаю, как дела. У меня. У тебя дела? Как твои дела? А что случилось? Ты испугалась? Да. Что, хорошо учишься? Да. Ну, как эмоции? Все, я уже не знала, что книга говорила. А что, подожди, а что друг сделать, если вот ты ему сообщил? Что он сделает? Друг? Да. Что он сделает? Он хотя бы подтвердит, что я хотя бы на пары ходил. Ну, это был розыгрыш? Ты понимаешь, да, ты что розыгрыш был? Тебя не отец, я буду полноценной актрисой. Сейчас у меня уже как-то, ну, укладываются. Понимаешь, а ты даешь телефон, комплименты даешь, и вот тебе так прикалываются. Телефончики свои одному дали, второму дали телефон. Так потом прикалываются. Привет, подписчики. Я знаю, что я наивная. Ты наивная? Повелась. Повелась, реально, я думала, мы скучали. Хотя, ну, блин, ну просто пришли и наговорили. Кослы. Давай, давай пятюню. Уроды. Давай. Все, давай. Удачи тебе. Учись хорошо, не прогуливай. Вы еще покушаетесь, что ли. Ребята, вот такой вот забавный и позитивный видосик у нас сегодня получился. Конечно, ждем вашего мнения в комментариях. Не забывай про три халявных звонка. Промокод есть в описании. Не забудь также поглядеть канал нашего друга Паблоса. Теперь уже и вашего друга. И никогда не ведитесь на уловки пранкующих вас друзей. Если вы, конечно, догадываетесь, то вас разводят. Ну и данными своими не разбрасывайтесь. А то это вот уже реально серьезно. Не то вас какой-нибудь Евг запранкует. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok